Продолжение следует... Это не совсем то, что вы видите сейчас в проекте студенческой миграции в Австралию, это не совсем то, что отражается нашей идеей. В общем-то, идея это то, к чему мы стремимся. Существо и черты проекта Рамзес это то, что у нас есть. Безидейность это, на мой взгляд, единственное, чего не хватает России для того, чтобы Россия стала приличной страной и чтобы из нее не уезжали люди. Я так думаю, что не правительство виновата в бедах России, не правительство виновата в том, что мы уезжаем, что мы покидаем страну ради лучшего образования, ради лучших условий жизни, ради лучшей страны. И если бы в стране все было хорошо, если бы в стране была идея, и правительство было бы другое, и ситуация в стране была бы другая. То же самое касается и студенческой миграции в Австралию. Когда есть идея, когда есть цели, которые разделяются всеми участниками проекта, тогда намного легче жить, тогда намного легче работать, тогда намного понятнее и прозрачнее весь процесс. Что касается моей личной персоны, то в действительности я основал это явление, скажем так. В действительности мне помогали несколько моих друзей, которые так и остались со мной. И практически они не воспользовались всеми преимуществами, которые дает вам этот проект, потому что это просто мои друзья. Это не мои студенты, это мои друзья. Но они очень много помогают, и они стояли у основания этого проекта, и они как раз и сформировали его таким, каким он есть. И все-таки две вещи, которые я считаю важными и которые отличают этот проект от всего другого, что существует в образовательной миграции, если хотите, в обучении в Австралии. И вообще в привозе студентов из России, из стран бывшего СССР, это то, что, во-первых, существует определенное духовное лидерство. В свое время со своим очень хорошим другом, надеюсь, студентом, человеком неординарным и независимым, который сейчас учится в технологическом университете, Славой Козловским. Мы обсуждали вообще, что и как должно происходить в этом проекте, моя роль в нем, роль студентов, скажем так. И Слава тогда заметил, что в основном люди, конечно, самостоятельные, им много решает именно какое-то такое духовное лидерство. В менеджменте есть такое понятие в классическом английском менеджменте, как spiritual leadership. Это достаточно сложная вещь и она очень близка к charismatic leadership, но все-таки это не совсем одно и то же. И когда мы подбирали сравнение, я сказал, ну, что-то типа аяталы, на что Слава сказал, свят, свят, свят. Ну, можно по-разному к этому относиться, но принцип, я думаю, вы понимаете. Людям не хватает, в общем-то, именно такого лидерства. И такое лидерство, оно людей не обижает, оно не делает людей, не наделяет их чувством зависимости. И еще, что самое важное, это leadership by example или management by example. То, что я вам советую, это обычно то, что я и мои друзья уже прошли, пережили. Это может быть, в принципе, ошибочно, но это был наш путь. И, по крайней мере, мы уже можем учитывать свои успехи и свои ошибки и, соответственно, давать вам совет. Ваше дело, конечно, принимать его или нет, но сами посудите. Вот эти вот два показателя, что вам может дать тот советник какой-нибудь компании, другой, который никогда даже, может быть, не был в Австралии. Если приезжал сюда, он не жил студенческой жизнью, он ее не знает, он ее видел, но видеть и пропустить через себя, это совершенно разные вещи. Поэтому, во-первых, ни о каком духовном лидерстве не может идти речь, когда ставится целью обмануть студента, привязать его, угрожать студенту и обирать его. Это понятно, что ни о каком spiritual leadership идти речь уже не может. И management by example, leadership by example, тоже невозможен, потому что этим людям нечего сказать. Вот это, в принципе, основная идея проекта Рамзес. Надо сказать, что много внимания уделяется совместному выбору вашего пути студенческой миграции в Австралию. Проблема не в том, что я хочу себе найти тот путь, который наиболее выгоден мне. Как вы знаете, я даже добился первым из всех агентов нового контракта с университетом Центрального Квенстана, при этом я не получил до все время работы ни копейки с этого университета. Но важен принцип, потому что я считаю, что в действительности это учебное заведение гораздо более повернуто к нашему студенту и конкретно к российскому студенту, чем какой-либо другой университет. Я имею в виду, конечно, и ребята из Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Беларуси, Украины. То есть, всех республик, основанных на базе бывшего Советского Союза. Соответственно, когда мы выбираем вместе ваш путь, это больше все-таки попытка выяснить, что же вам на самом деле необходимо. Потому что порой вы сами не можете конкретно решить, что вам в жизни надо, для чего вам это обучение и нужна ли вам Австралия вообще. Могу сказать, что каждый пятый человек, который ко мне обратился с просьбой сделать ему учебную визу, я ему посоветовал не ехать в Австралию. И люди знают, что это правда. Очень многим я советую этого не делать, если Австралия им явно не подходит, или по крайней мере им не подходит тот путь, который они выбрали. То есть, путь обучения в Австралии. Нам нужны genuine students and genuine entrants. И это нужно и людям самим. Поэтому мы за это и боремся. Это не иммиграционный совет. Это просто бескорыстная помощь. Потому что, если бы корысть стояла за этим, я просто бы вам продавал программы, как делают все остальные. Идея совместного выбора вашего пути, это то же, что, в общем-то, отличает нас от других. И понимание того, что всего лишь два настоящих действующих лица. Это студент и не учебное заведение. Нет, это студент и австралийское государство, Австралия. Все остальные, которые стоят между вами, это медиаторы, это посредники. Это люди или организации, которые, в общем-то, наживаются на этом процессе. Нельзя говорить, что это плохие люди. Просто это люди, которые помогают вам связать себя с Австралией и получают за это деньги. Это иммиграционные агенты, образовательные агенты, естественно, учебные заведения, которые вам дают ту программу, которая вам нуждая, которая привозит вас, в общем-то, в Австралию на какой-то временный срок или на постоянное место жительства. Но все зависит от ваших возможностей, от желания Австралии видеть вас своими гражданами и так далее. Но смысл в том, что только интересы студентов и австралийского государства должны быть защищены. Все остальные должны как-то подрабатывать себя под интересы этих двух сторон. И посредники должны уйти в прошлое. Они все-таки на данный момент, некоторые из них нужны, ну, понятное дело, нужны учебные заведения. Но эти учебные заведения, может быть, должны иметь большую связь и со студентами, в основном с самим австралийским государством, то есть более контролироваться их программой, их финансированием и так далее. То есть процесс даже слияния государства и учебных заведений должен проходить, по крайней мере, вот именно в таком направлении, а не децентрализация. Потому что обучение и миграция – это государственные программы, их отдавать в частные руки, в общем-то, не стоит. Или, по крайней мере, надо стремиться, чтобы этого не было. Все остальные посредники – это люди, которые за определенную сумму делают за вас какую-то работу. Или за учебное заведение, или за Австралию. В итоге они будут уходить в прошлое, они будут уходить, по всей видимости, под эгиду австралийского государства. Как это будет происходить? Есть какие-то подвижки в этом деле, но, опять-таки, к сожалению, мы не являемся теми людьми, которые принимают решения. Я имею в виду, я, например, не являюсь. Поэтому мы просто приспосабливаемся к той обстановке, которая здесь есть, пытаясь защищать интересы, как студенты, которые не напрямую, но косвенно нам платят, и австралийского государства. Хотя порою оно не высказывает такого желания, в общем-то, к сотрудничеству. Главная идея, одна из главных идей, скажем так, еще студенческой миграции в Австралию, проекта РАМЗЭС, в том, что студенты для того, чтобы легче им было приехать сюда, и кому-то, может быть, остаться, но, скажем так, лучше, дешевле, эффективнее использовать свои финансы, время и свои возможности для того, чтобы получить образование в Австралии, они должны объединяться. Коллективный разум всегда сильнее разума одиночки, даже самого гениального. Ни один человек не способен пробиться в одиночку. Все равно он будет использовать какие-то связи. Кстати, следующий ролик будет посвящен именно установлению этих связей, для чего они и зачем. Но в данный момент новое поколение студентов из России, из стран бывшего СССР, они уже без подталкивания пытаются объединяться, создавать своего рода общину. И, соответственно, вот эта мощная база данных, которая у них есть, по всей видимости, сыграет свою очень положительную роль в ближайшее будущее, в будущем. И, соответственно, роль образовательных агентов и образовательного агента будет минимизирована, роль миграционных агентов вообще исчезнет. Учебное заведение будет более привязано к нашему студенту, потому что кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Вы должны понять, что в определенных, конечно, пределах можно сказать, что не вы работаете и учитесь для учебных заведений. Учебные заведения обслуживают ваши интересы. То есть студент является главным приоритетом. Это вытекает из предыдущего функция, что защищены должны быть в первую очередь интересы студента и австралийского государства. Соответственно, учебное заведение уже все-таки не является прямым выразителем воли австралийского государства, поэтому должно служить интересам студентов. Естественно, есть какие-то правовые нормы. И если существует определенный уровень доверия, если учебное заведение делает для вас больше, чем оно по закону должно делать, все-таки не стоит садиться на голову, на шею и требовать чего-то уже малозаконного, незаконного или каких-то особых преференций, особых предпочтений. Вы должны все-таки понимать, всегда есть уровень, дальше которого идти, по крайней мере, в данный момент нельзя. Поэтому не стоит рушить свои теплые, хорошие, рабочие отношения с учебным заведением. Всегда надо находить какой-то консенсус. Попытка решения проблем силовыми методами со стороны студентов обычно заканчивается очень плохо, потому что студент на самом деле в Австралии достаточно бесправильно. И опять-таки, попытка потянуть на себя одеяло больше, чем вы, больше, чем это разумно, не встретит понимания среди других студентов. Это было уже доказано неоднократно. То есть, такие люди не приветствовались, и они становились как бы парями, изгоями. Это очень нехорошо, потому что эгоизм, он нехорошая качество. Всегда надо, конечно, защищать свои интересы, но всегда надо думать и об интересах других, в том числе и учебных заведений. Опять-таки, в чем идея студенческой эмиграции в Австралию, в плане эмиграции в Австралию? Мы, опять-таки, обслуживаем интересы людей. Не идет речь об эмиграции в Австралию. Реально людей мотивирует эмиграция из России. Практически в этом плане мы ничего не можем изменить. Мы можем дать людям надежду, дать какие-то ориентиры, дать возможности, прояснить путь, который обычно миграционные агенты, образовательные агенты пытаются запутать, замутить и поставить ложные ориентиры. Но изменить ситуацию с эмиграцией в Австралию и эмиграцией из России мы не можем. Это воля австралийского народа и воля народа российского и правительства российского. Если уж так поставлено, что России вы не нужны в таком виде, в котором вы есть, и Россия вам не нужна в таком виде, как вы есть, никакой РАМЗЭС, никакой проект РАМЗЭС не смогут ничего изменить. И более того, ничего не сможет изменить и австралийское государство. Ну, на Австралии свет клином не сошелся, будут ехать куда угодно, но будут уезжать. Задача, на мой взгляд, австралийского государства полностью использовать тот потенциал, который дает утечкам мозгов, и молодой налогоплательщик, достаточно финансово обеспеченный, это тот человек, который должен быть всегда welcome в эту страну. Если это происходит немножко по-другому, значит, наша идея идет немножко в разрез с тем, что в данный момент происходит с паблик-опением, с общественным мнением и с волей этого государства, не обязательно государство право, на мой взгляд. И это, скажем так, должно пониматься, что не надо обвинять российскую власть. Мой опыт депутата городского совета города Волжского, Волгоградской области, в течение пяти лет показал, что по ту сторону бурикад обычно стоят более умные и, знаете, зачастую более совестливые люди, чем ваши избиратели в основной массе. К сожалению, ничего прогрессивного, ничего хорошего обычно не получалось по той простой причине, что людям был свойственен очень большой эгоизм. У меня создается впечатление, что люди ненавидят всех этих Миллеров и Абрамовичей, и Путиных, и Прохоровых, и так далее, не за то, что те украли. Они их ненавидят за то, что те украли, а они не смогли. И боюсь, что поставить рядового россиянина на место того же самого Абрамовича или Путина ситуация, по крайней мере, не будет лучше. И вот в этом вся проблема России. Поэтому я никогда не выступал сильным противником правящего в России режима, потому что любая позиция, которая сейчас видна, она, в общем-то, ничуть не лучше, чем правящая партия «Единая Россия». Вы можете посмотреть и последние инциденты с духовной основой России, с православной церковью, но можно сказать, что представители всех религиозных конфессий, в общем-то, они миром мазаны. К сожалению, и религиозная, и общественно-политическая обстановка, а не только власть, вставляют желать, в общем-то, лучшего. В заключение хочу сказать, что само явление, в действительности явление проекта «Рамзес», я думаю, что это достаточно интересная и уникальная вещь, но, на мой взгляд, конечно, роль личности в истории, или в любом деле, она велика. Но если бы не было меня, был бы кто-то другой. Если бы не было проекта «Рамзес», был бы какой-то другой проект. Но все равно вот это вот суммарное недовольство студентов в существующей ситуации в образовании в Австралии, все равно это вылилось бы в что-то, что совершенно не подходит под те рамки, которые, скажем так, составляли всю эту образовательную систему Австралии для иностранных студентов. И все равно это объективно бы двигалось в этом направлении, потому что все то, что я вам сказал, все эти идеи, все это основная идея, состоящая из всех этих составляющих, они исходят просто не от каких-то заповедей господних, а просто от чувства здравого смысла. Здесь абсолютно неоспоримы все эти аспекты, и поэтому не было бы проекта «Рамзес», был бы другой проект. Может быть, на это ушло бы больше времени, может быть, было немножко труднее, но я так думаю, что ничего уже повернуть нельзя, и все будет именно так, как оно есть в проекте «Рамзес». Все остальные или будут меняться образовательные агентства, или они уйдут в прошлое вечно, ничего нету, и вечны только идеалы, вечны только и то в каком-то промежутке страны и народы. Поэтому в данный момент не волнуйтесь, что бы, как говорится, не происходило, или проект «Рамзес», или что-то другое будет существовать, и все будет двигаться именно в этом направлении. Спасибо.